Приветствую, друзья! Но самое главное, как сказано, имеющие уши, да услышать. Ну вот, кто-то услышит, кто-то нет. Потому что я стараюсь всегда делать короткие видео, в которых сразу много мыслей. И поэтому, поскольку человек так устроен, что его внимание закорачивается только на том, что его волнует, но доминанты у нас совсем, поэтому он думает, ну что это он там болтает, что он там говорит. А я поэтому настраиваюсь, когда делаю видео, что вы все прекрасные люди, как оно и есть. Просто некоторые люди, они нашли себя в этом мире, а некоторые еще пока не реализовались. Потому что, может, тренд востребованности в этот момент не совпадал с его мотивацией и способностями. А самое главное, если человек совпадает со временем, где его способности, а их очень много у человека, ему вдруг в этот момент говорят, например, если ты умный, а где твои деньги? Ну и получается, не суразится. Потому что очень много умных людей, очень много талантливых людей были в мире, которые потом стали такими известными, такими великими, которые даже картины своей, вот там, ну даже перечислять не буду, этих художников, писателей, поэтов, которые были вовремя недооценены, а потом теперь мы их как флаг носим, говорим, вот смотрите, это наше, это наше, это наша культура, такая необыкновенная, ну конечно, во всяком случае, и наша культура такая необыкновенная, и во всем мире, во всех странах, во всех национальностях есть люди, которые, как Пикассо, например, или там, как, ну многие другие, говорили хорошие слова, которые люди потом вспоминали, говорили великие слова, великого поэта, то и носят как знания, сначала его пришибли, распяли, а потом носят как знания, ну так бывает, ну что делать, и сейчас коротко хочу сказать главное, слушайте, друзья, чтобы легче стало, допустим, вы тревожны, почему тревожны, потому что в нормальном состоянии, вы не ценили нормального состояния, вот вы, например, когда были дети, беззаботные, игрались, за вас хлопотали ваши родители, они за вас заботились, и у вас не было никаких долгов, вы никому ничего не были должны, вы играли, например, беззаботные, и вот каждый день казался, как вечность, особенно летом, бегаешь, играешь, или на лужайке лежишь, и смотришь, как облака плывут, и о чём-то своём думаешь, и, кажется, вот поскорее бы вырастить, а когда вырастешь, сразу много забот, много хлопот, ответственность, времени не хватает, и поэтому напряжение большое, растёт, а как вот мы невротиками становимся? В какой-то момент давление подскочит, например, или какой-то стресс испытали, психотравму какую-то испытали, или наркоз, допустим, или чего-то в детстве испугались, собака на вас напала, ну, допустим, но бывает, высокое напряжение, и зависли в этом состоянии, и это доминанта патологическая время от времени включается, как только об этом что-то напоминает, какая-то ассоциация, поэтому есть люди, которые из дома боятся выйти, которые как только подумают об этом, вдруг им сразу страшно становится, а что надо сделать, чтобы выйти из такого невроза, чтобы выйти из этих паник, выйти из негативных эмоций, что нужно сделать? А у нас же есть нулевое состояние, это когда ты лежишь на речке, смотришь, как облака плывут, или когда ты сидишь в парикмахерской, и тебя стригут, и ты точно знаешь, что вот эти полчаса ты никуда не пойдешь, и ты в это время ждешь, когда тебя постригут, и в какие-то моменты невольно ты в ноль попадаешь, в состояние, когда ты есть, и когда тебя нету, какое-то отсутствие внутреннего диалога, которое иногда называется дефолтом работы мозга, но это по-разному называется, а вообще-то на самом деле задержанное по времени, вот это мгновенное состояние безмыслия, эмоциональной отрешенности, если его раздвинуть по времени, это и будет нирвана, о которой говорил Бодда. А я вот примеры приложу. А вот для того, чтобы получить такую нирвану, некоторые люди бутылку выпьют и попадают в эту зависимость, потому что нирвану можно получить и без бутылки, потому что вся эта химия внутри нас есть, эта внутренняя аптека у нас есть, и если вы будете чаще вспоминать те моменты, когда вы чувствовали эту нирвану, или те моменты, когда вы были беззаботны, как в детстве, и когда вы были беспечны, и когда вас никто не ждал, и никакая такая беспокойная ситуация не висела над головой, как дома оклав меч, как нерешённая проблема, ну мало ли какая, например, где деньги взять, или как долг отдать, или как с мамой договориться, или как с друзьями помириться, мало ли какая проблема, может висеть, неважно, но мы все понимаем хорошо, откуда у нас раздражённость бывает, откуда у нас бывает, ну вот такое вот состояние, когда мы хотим выговориться, когда у нас накопилось, а это же один из моментов ключа, а это же и на этом построен весь психоанализ, это же есть момент выговаривания, 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 и освобождение от накопленных эмоций, выход на нулевое состояние, опять же к этому состоянию, так вот, если вы вспомните время от времени, состояние после бани, состояние после массажа, состояние после оргазма, состояние после исполненного действия, когда вам так легко, когда вам так хорошо, и у вас получается следующее, слушайте теперь внимательно, я завершаю, наш мозг устроен таким образом, что мы всё время невольно сопоставляем то, что слышим, то, что видим, с тем, что с нами происходит, с нашим текущим состоянием в моменте, и вот, если вы испытали сильный стресс, вы зависли, в этом страхе, в этой травме, психотравме, в чём-то зависли, и поэтому у вас паники, неприятные состояния, тревожность и так далее, так вот, если вы время от времени будете вспоминать нулевое состояние или состояние счастливого детства, поиграйте немножко, пометируйте, чтобы как в детстве пять минут в день, но закрыв дверь, и чтобы вас в психушку не отвезли, то есть побудите сами собой, то вы теперь время от времени, проверяя себя и то, что слышите, и то, что видите, будете искать себе не только дискомфорт, а и то самое приятное, лёгкое состояние, и тем самым становитесь на путь, и тем самым этот путь называется реабилитация или выздоровление. а я вам все еще раз расскажу, как использовать бессонницу для того, чтобы создавать изобретение, то есть прерывистый сон, как использовать для того, чтобы просыпаться таким счастливым, чтобы вы что-то поняли, озарение по заказу называется, но это мы можем сделать в бесплатном ликбезе или в вебинаре, но чем отличается бесплатный ликбез от вебинара, ну и там, и там в зум люди заходят, и там, и там задают вопросы, но на вебинаре более детально, более тщательно я там приглашаю именно человека, который хуже всех себя чувствует, и говорю, кто чувствует себя хуже всех, кто-то говорит, я, ну выходи, я ему показываю градусник напряжения, 10 это шторм, 0 это штиф, здесь 10 дивлений, говорю, ты на каком сейчас состоянии, он говорит, я сейчас здесь, я говорю, или ты меня не понял, или я тебя не понял, я говорю, кто хуже себя в себе чувствует, ну и кто-то находит, говорит, у меня 10, это шторм, я ему показываю приемы, он выходит на 0, буквально у всех на глазах, все обучаются, ну каждый получает результаты, все видят, это и школа, человек будущего, хомо, футурус, друзья, такой школы в мире нет, и все было уже давно сказано, я давно это уже сказал, и у меня на страницах и сайта Хасайру, и сайта Стрессу, как я готовил там спецназы, олимпийских чемпионов, как я там готовил артистов перед выступлениями, и правильно сказал актер Костылевский, я видел недавно его выступление, он сказал, чем шире масштаб личности, тем он скромнее, потому что ему не нужно надувать счет, поэтому, друзья, перелистывайте мои страницы, читайте мои книги, выходите на моего сына, Алена Ли, он психолог, выдающийся, он со мной был и в Беслане, он со мной и готовил военный персонал ко входу в этом охотку в Курск, да, и в Кизляре, и в Каспийске после терактов он был, и в дочке моей выходите, шейдалиевый, тоже выдающийся психолог, короче говоря, все же есть, берите, а бесплатный или без, кто мне там напишет, опять за деньги или за деньги, за деньги картины, а кому-то и бесплатно, кому-то как приз, да, но главное пишите, пишите, друзья, в комментах, а не только в личке, потому что школу нашу надо продвигать, такой школы в мире нет, друзья.